Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Геймстоунс. Красота ослепляет и обезоруживает. Удивительно, эта красавица была замужем всего один раз, но так и не смогла открыть сердце для нового счастья. Ее роскошная коллекция драгоценностей восхищает и чарует магией драгоценных камней. Какие драгоценности были любимыми у Джины Лолобриджиды? Давайте узнаем об этом. Женщина должна напоминать цветок, душистый и прелестный. Эти слова Джина произносила очень часто во время своих интервью. Странно, что страстной итальянке с великолепной внешностью даже в голову не приходило стать актрисой. Все мысли юной девушки были посвящены опере и миру скульптуры. Ее вожделенной идеей была мечта стать оперной певицей и выступать на римских подмостках. Или, наконец, стать великим скульптором. Луи Джина Лолобриджида родилась в семье мебельщика, где папа мастерил мебель, а мама ее продавала. У Джины было еще три сестры. Жили они в небольшой деревушке и только после окончания войны смогли перебраться в Рим. В свои 15 лет Джина подрабатывала, рисуя шаржи и портреты для прохожих на улице. Много денег это не приносило, поэтому все заработанные крохи Джина тратила на дополнительные уроки вокала. Попутно занималась театральной студией. Уже тогда от молодых режиссеров, желающих снять эту красотку в своих фильмах, не было отбоя. Джина все время отказывалась, пока ее мать, наконец, не уговорила попробовать Джину сняться хотя бы в эпизодической роли. Буквально за несколько лет из совсем неизвестной студентки театрального училища Джина превратилась в самую красивую и популярную актрису не только итальянского кинематографа, но и даже Голливуда. Поначалу средств для покупки дорогих украшений у Джины не было, а мужчины, как это ни странно, вовсе не баловали Джину подарками. Как сама Джина позже скажет, мой жизненный опыт говорит, все богатые мужчины скупердяя. У Джины самыми любимыми драгоценными камнями были изумруды. Ювелирным домом, который всецело покорил своими новинками, был ювелирный дом Булгари. У Джины имелся великолепный сет с изумрудами. Самыми дорогими и ценными были серьги-клипсы с изумрудами и бриллиантами в круглой огранке и огранке груша. Еще у Джины была брошь с изумрудом 27 карат, кольцо и браслет. В 1965 году Джина появилась в сопровождении Сальватора Дали на одном из приемов. Иногда брошь с изумрудом Джина прикалывала к своей бриллиантовой тиаре или могла приколоть эту брошь к изумрудному ожерелью в несколько нитей. Смотрится это, конечно, очень смело и новаторски. Самой любимой тиарой колье у Джины была бриллиантовая тиара от Булгари. Это украшение являлось трансформером, и тиара легко превращалась в два браслета или в ожерелье. Джина очень любила делать высокие прически, поэтому часто это ожерелье она носила именно как тиару. Многие ее образы запечатлены именно в этом украшении. На аукционе Сотбис в 2013 году это украшение было продано почти за 800 тысяч долларов. А вот посмотрите, какие красивые еще две бриллиантовые тиары Джины. Бриллиантовая тиара с изумрудом и цветочная тиара. Интересно, что в бриллиантовую тиару инкрустирован резной изумруд, где с одной стороны изображена Дева Мария с Иисусом, младенцем, а с обратной стороны Благовещение. Цветочная тиара это уникальная тиара, потому что она исполнена с природными жемчужинами. Жемчуг это еще одна беззаветная страсть Джины, и украшений с жемчугом у Джины было очень много. Вот, например, у Джины в коллекции было настоящее сокровище – жемчужные серьги из династии Габсбургов. Две природные каплевидные жемчужины уникальны своими размерами. Серьги являются разборными, и бриллиантовые клипсы можно было носить отдельно от жемчужин. В этих серьгах и тиаре Джина блистала по случаю 40-летия журнала Time в Нью-Йорке в 1963 году. Позже она скажет «Иногда богатые люди подходили ко мне и просили продать эти серьги, но каждый раз я говорила им нет». Джина Лабриджида за всю свою карьеру несколько раз смогла посетить Индию. Эта страна покорила ее всецело. Вот как она говорила об этом крае. «Я очень люблю Индию. Там столько культуры, религий, столько контрастов. Посетить Индию – это все равно, что объехать целый мир. Я как будто на самом деле оставила там свое сердце». Джина поддерживала очень хорошее отношение с Индирой Ганди. И в одну из своих поездок Джина приобрела интересное индийское колье. Колье оформлено в абсолютно традиционном для Индии стиле. Мелкий жемчуг, алмазы, изумруды кабошоны, эмаль. Колье завершается подвеской с резным изумрудом. Кстати, дополню, что индийские украшения отличают полная художественная законченность. Посмотрите, с обратной стороны колье полностью завершено. Никаких крапанов, внутренней стороны камня, каких-то углублений. Можно повернуть колье и обратную сторону носить как лицевую. При этом оно не будет менее красивым. Есть коллекции джина и исторические украшения. Вот, например, подвеска брошь с крупным желтым алмазом в старинной огранке кушон. Ранее эта брошь принадлежала персидскому султану Ахмад Шаху Каджару. И лишь во второй половине 20 века обладательница этой броши стала джина Лалабриджида. Эта брошь с чистейшим желтым алмазом в 74 карата и в окружении 22 алмазов старинной круглой огранки была продана на аукционе Содби в 2013 году почти за 3 миллиона долларов. Джина очень любила камни в огранке Кабошон. И одно из ее колье было сделано с камнями именно в этой огранке. Вот, например, посмотрите колье от ювелирного дома Булгари. Крупные сапфиры в окружении рубинов, изумрудов и бриллиантов круглой огранки создают ощущение настоящего праздника. Джине очень нравились длинные ожерелья, а в частности сатуары. И Джина, как истинная женщина, не смогла сделать выбор в пользу одного ожерелья с каким-то из камней. Поэтому у нее есть такое ожерелье с бирюзой, сердоликами, жемчугом и изумрудами. Джина могла носить это ожерелье как сатуар, а также как ожерелье в несколько рядов. В 2013 году Джина продала большую часть своих украшений на аукционе Сотбис. Почти все свои средства перевела в фонд исследований стволовых клеток для того, чтобы помочь маленьким детям справиться с серьезными проблемами. Сегодня итальянской звезде 93 года. И поверьте, она вовсе не собирается думать о старости. Ее тетя, например, стала одной из итальянских долгожительниц, прожив 113 лет. Собственно говоря, Джина хочет побить этот рекорд. Человек старится, когда ему нечем заняться. Я же всегда при деле, фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц в саду. Наверное, в этом и есть секрет вечной молодости. Сегодня Джина – это известный скульптор, человек искусства, любящая мама и бабушка, обожаемого внука Дмитрия, большая поклонница редких птиц. Кстати, в ее саду на итальянской вилле порхают несколько сотен редчайших экземпляров. Давайте пожелаем Джине крепкого здоровья и ярких солнечных деньков. Спасибо, что досмотрели. Если вам нравятся мои видео, не забывайте подписаться на мой канал. Пишите в комментариях, о каких героинях вы хотели бы узнать подробнее. И, конечно, посмотреть их украшения. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. Давайте думать о прекрасном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова